Секрет всех фокусов и иллюзий состоит в том, что люди просто хотят быть обманутыми и верить в магию. Ведь каждый понимает, что нельзя распилить девушку пополам, а потом просто склеить ее обратно. Но во время фокуса мы, подобно детям, улыбаемся и не скупимся на аплодисменты. Спешим вас огорчить, что в этом выпуске мы развеем миф о существовании магии и раскроем несколько секретов фокусников. Итак, это 5 разоблачений популярных фокусов. Поехали! Хождение по воде Каждый иллюзионист мечтает пройти по воде. До 21 века это удалось лишь одному, да и то в библейские времена. Зато в наши дни, благодаря развитию технологии, фокус стал осуществим. В числе первых его продемонстрировал миру британский иллюзионист Стив Фрейн, известный как Динамо. Да как эффектно продемонстрировал, прошел не по какой-нибудь воде, а по самой Темзе. Фишка данного фокуса заключается в массивной нетонущей платформе из плексигласа, которая заранее была поставлена на якорь у набережной. В принципе, происходя дело в бассейне с чудесной журчащей хлорированной водой, платформа была бы видна невооруженным глазом. Но речь о Темзе. Здесь вода такая темная, волнистая и грязная, что, задумай иллюзионист пройтись по утопленникам, наряженным в разноцветные перья, никто и этого бы не заметил. Освобождение из китайской водяной камеры В 1912 году этот фокус исполнил небезызвестный Гарри Гудини. С тех пор освобождение из ящика с водой стало одним из самых уважаемых фокусов в мире. Существует десятки интерпретаций освобождения. Секрет трюка по большей части в замке камеры, но и в отличной физической подготовке иллюзиониста, которому предстоит выбраться из нее. В тот момент, когда ассистент фокусника запирает замки на крышке, маэстро незаметно вытаскивает стержни из петель, удерживающих крышку. Поэтому, чтобы выбраться, иллюзионисту достаточно сильно напрячь мышцы пресса, подтянуться и вылезти из открытой камеры. Возможно, вы сейчас скажете, «Пуф, да это каждый может». На самом деле, китайская водяная камера пыток считается настоящим смертельным номером. Посудите сами. Исполнитель трюка минимум три минуты проводит подвешенным вниз головой, что само по себе испытание. Прибавьте к этому погружению в воду необходимость физической нагрузки и риск потерять сознание от притока крови к голове. В итоге получаем не просто фокус, а реально рискованный трюк, в котором иллюзионист ради нашей забавы рискует собственной жизнью. Кролик в шляпе Этот фокус стал самым настоящим клише в мире иллюзий. Какое-то время он был настолько популярным, что стал символом иллюзионистов. Секрет этого фокуса довольно прост. Он осуществляется тремя разными способами. Первый, самый логичный и простой, это потайная дверца в столе, внутри которого и сидит кролик. В шляпе также есть отверстие, через которое фокусник достает кролика из тайника. Второй способ кроется в специальной конструкции шляпы, а именно в перегородке, за которой прячется кролик. Фокуснику достаточно лишь отодвинуть перегородку и достать его. Третий способ заключается в том, что кролика заранее помещают в специальный платок и подвешивают на краю стола. Фокуснику достаточно положить шляпу рядом с платком, отвлечь зрителей и поднять шляпу, в которой уже находится кролик. Далее фокусник достает его из платка внутри шляпы и демонстрирует изумленной публике. Метаморфозы Придуманный в девятнадцатом веке фокус метаморфозы обрел огромную популярность. Его выполняли почти все известные фокусники, в том числе Великий Гудини. Каждый привносил в фокус что-то новое. Но самыми запоминающимися исполнителями фокуса оказались Джонатан и Шарлотта Пендрагоны. Они настолько преуспели в этом фокусе, что на саму метаморфозу у них уходило две секунды. Фокус заключался в следующем. Джонатан запрыгивал в мешок, находящийся в ящике. Шарлотта завязывала его, затем закрывала ящик и запирала его ключом. После чего девушка забиралась на ящик, закрывала себя тканью и подбрасывала ее, но ловил ткань уже Джонатан. Потом он открывал ящик и развязывал мешок, в котором оказывалась Шарлотта. В чем же суть? В первую очередь сундук очень легко открывался, несмотря на все замки. Там просто был еще один выход. Во-вторых, дно мешка было дырявым. Когда Шарлотта поднималась на ящик с тканью, из него выходил Джонатан, который принимал эстафету, а Шарлотта пряталась в мешок. Все дело в четко отрепетированных действиях фокусников. Ловля пули Фокус с ловлей пули — один из самых древних и уважаемых. Веками он совершенствовался, пока не достиг своей вершины в исполнении фокусников Пенна и Теллера, одновременно стреляющих друг в друга и ловящих пулью ртом. Для успешного проведения фокуса с пулей важна не столько кропотливая подготовительная работа, сколько ловкость рук, щек и языка. Пули, которые демонстрируют активистам из зала и которыми в итоге выстреливают, поддельные. Они разрываются, едва вылетев из дула. Вы спросите, а как же метки, которые оставляют все те же активисты? Фокусник четко озвучивает, какие инициалы ставит доброволец на пуле и что он рисует на гильзе. В это самое время ассистент за сценой изображает на уже отстреленной заранее пули инициалы. Фокусники подходят к вешалке, на которой их поджидают защитные жилеты и маски. Обратите внимание, вешалки расположены рядом с занавесом. Это роковой момент. Оба фокусника отворачиваются от камеры. На секунды они вне поля зрения окружающих. И тогда-то ассистенты кладут пули им в рот. Самое время восхититься красноречием иллюзиониста. Он продолжает свой отвлекающий зрителей монолог об опасности огнестрельного оружия, удерживая за щекой пулю. Дальше дело техники и тренировок. Все, что остается фокусником, это прицелиться, выстрелить холостыми, а затем, прикрываясь пороховой завесой, выпихнуть пулю из-за щек и зажать ее между зубами. Теперь, когда вы узнали несколько секретов фокусников, не спешите обвинять их в обмане. Помните, что фокусы и иллюзии созданы, чтобы развеселить зрителя и хотя бы на мгновение заставить поверить в чудеса, которых так не хватает в повседневной жизни. А на этом сегодня все. И не забудьте подписаться. Моя мастерская — твое настроение.